Меры по госзащите по отношению к нее не сняты, так как не рассмотрено уголовное дело в отношении другого соучащения. Боялась мести подельника, но все равно сдала его с потрохами. Помощница адвоката-мошенника выслушала приговор. Дома, квартиры и машины. Огненные выходные в Новосибирске. Не обошлось без жертв. Еще раз вам говорим, дверь открывайте. Пока красноярские полицейские смотрели стриптиз, в Ангарске из колонии сбежали рецидивисты. А в Омске товарняк уничтожил Ниву. Неделя только началась, а криминальная статистика Сибири уже пополнилась новыми эпизодами. Начинаем программу сразу с розыска. В советском районе Новосибирска неизвестный в маске с ножом напал на кассира кредитной организации. Добычи злоумышленника стали 68 тысяч рублей. Мы покажем видео ограбления. Посмотрите внимательно. Помогите следствию. Все случилось еще в четверг на улице Димакова. В помещение вошел юноша в куртке цвета хаки и потребовал у работницы кредитной организации все, что есть в кассе. Камеры наблюдения парни не испугали. Лицо он надежно прикрыл черной маской. Тем не менее, некоторые его приметы потерпевшая хорошо запомнила. Возраст около 20 лет, средний рост, звонкий голос и грамотная, без акцента речь. Всех, кто узнал человека на этом видео, просят позвонить по телефону, указанному на экране. Продолжаем. Была помощницей, стала подельницей. В Новосибирске вынесли приговор женщине, которая активно участвовала в махинациях своего начальника, скандально известного адвоката Сергея Пищука. Даму судили отдельно от компаньона, так как ранее она согласилась сотрудничать со следствием. Все заседания по делу Татьяны Волковой проходили в закрытом режиме. Не стал исключением даже приговор. Экс-помощница адвоката Пищука попросила у государства защиты, опасаясь мести со стороны бывшего патрона. Согласно материалам дела, пять лет назад она стала ключевым звеном кредитной аферы. Юрист из Краснообска предоставлял займы под залог недвижимости. В качестве гарантии возврата денег предприимчивый кредитор требовал оформить на имя Волковой доверенность, которая позволяла проводить с домами и квартирами должников любые операции, в том числе передавать их Пищуку в качестве отступного. Дальше оставалось лишь дождаться просрочки платежа. Причем, по мнению правоохранителей, ростовщик сам способствовал тому, чтобы задолженность непременно росла, а затем переоформлял заложенное имущество на себя. Адвокат заключал со своей помощницей, действующей на основании выданных заемщиками доверенности соглашения об отступном, по условиям которых заемщики вместо погашения сумм займов с начисленными процентами и неустойкой передавали в собственные заимодавцы, предлежащие им недвижимое имущество. Так, одна из потерпевших заняла у адвоката 170 тысяч рублей, а взамен, сама того не ведая, отдала собственный частный дом. Должники даже не подозревали, что жилье им по факту уже не принадлежит, пока на пороге не появлялись Пищук и его люди. Мужчина, вы кто? Я представлю, Пищук Сергей Александрович. Я вам 68-го года рождения. Четверым потерпевшим удалось вернуть право собственности на свои дома и квартиры только после длительных судебных тяжб. 49-летнего юриста в итоге обвинили в особо крупном мошенничестве. Та же участь постигла и Татьяну Волкову. Как выяснилось, дама прекрасно осознавала, чем занимается ее начальник. Более того, помощница участвовала в махинациях добровольно и получала за это хорошую прибавку к зарплате. Правда, в отличие от Пищука, который вину категорически не признает, Волкова не только во всем созналась, но и существенно помогла следствию. Во многом благодаря этому подсудимая избежала реального срока в колонии. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал ее виновной, назначив наказание по совокупности преступлений в виде трех лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, условно, с испытательным сроком три года. Осужденная женщина по-прежнему находится под госзащитой, поскольку судебный процесс над ее бывшим боссом Сергеем Пищуком продолжается. Сразу несколько пожаров произошли в минувшие выходные в Новосибирске. Горели частные дома, квартиры и автомобили. Не обошлось без жертв. Рано утром в субботу заголялся двухквартирный жилый дом на улице Кавалерийская. Это окраина Калининского района. Когда пожарные оказались на месте, половина строения вовсю полыхала. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение в первой квартире. В ходе проведения аварийно-спасательных работ из горящей квартиры была эвакуирована женщина без признаков жизни. Впоследствии скорая помощь констатировала смерть данной женщины. Дознаватели пришли к выводу. Все дело в обогревателе, который частенько включала пожилая хозяйка жилища. Старая проводка, скорее всего, не выдержала мощности работающего прибора. В советском районе пострадавшего, к счастью, удалось спасти. Там, на улице Динамовцев, горела квартира в пятиэтажке. Площадь пожара была небольшой, однако едкий дым выгнал на улицу соседей Погорельца. А сам он надышался угарным газом и в итоге оказался в токсикологическом отделении 34-й больницы. Причины ЧП еще устанавливают. А в самом центре города в субботу произошло настоящее файер-шоу. Прямо посреди площади Ленина неожиданно вспыхнула серебристая Пежо. Очевидцы припомнили. Машина остановилась на зебре, водитель включил аварийные сигналы, а потом из-под днища повалил густой дым. К счастью, хозяйка иномарки успела выскочить на улицу. Очевидцы пытались помочь женщине, однако справиться с огнем сумели только пожарные. В Кузбассе мужчина открыл огонь по людям из обреза охотничьего ружья. Все произошло сегодня в 10 утра в поселке Пача Яшкинского района Кемеровской области. Трое убитых. Известно, что стрелок отец, а погибшие его сыновья. После расправы над собственными детьми мужчина лишил жизни и себя. Пока информации о чудовищном преступлении немного, идет следствие. Мы же посмотрим и другие криминальные сводки наших соседей. Территория Сибирь. Далее в программе. В чем наркотики упакованы были? В конфетиках. В конфетах? Угу. Эта неразговорчивая жительница Тывы вместе с 27-летним подельником пыталась переправить в Красноярск партию наркотиков. Гашиш спрятала в обертке шоколадных конфет. Не помогло. При досмотре автомобиля драгдилера оперативники нашли спортивную сумку. В ней запрещенный товар. Грозит фигурантам до 20 лет лишения свободы. Еще раз вам говорим, дверь открывайте. Скорая не потребовалась. Стриптизерша в закрытой машине была не больна, а пьяна. Красноярские дорожные полицейские довольно долго упрашивали даму покинуть салон. Но та, похоже, вошла в раж. Женщине под 50 она уже условно осуждена за нетрезвую езду и лишена прав на 7 лет. Недосмеха и администрации ИК номер 15. Это в Ангарске Иркутской области. Накануне с территории колонии поселения сбежали осужденные рецидивисты. Вот их фотографии. Молодые люди родом из тех мест. Отбывают наказание за кражи, грабежи, угоны и причинение тяжкого вреда здоровью. Оба неоднократно судимые. Беглецов объявили в розыск. Пока безрезультатно. Трагедия. Едва не закончилось выступление юной гимнастки в Новокузнецке. Девочка жива сломала руку и вполне сможет продолжить карьеру под куполом цирка, если захочет. А это Омск. На своеобразный трюк решился хозяин старенькой Нивы. Мужчина решил проскочить через железнодорожные пути, но его машина застряла. Состав превратил переднюю часть Нивы в груду железа. Судя по видео, люди успели отбежать и не пострадали. Пропавшего в Новосибирске инвалида нашли мертвым. О завершении поисков сообщили волонтеры Лизы Алерт. 57-летний Сергей Медведев исчез вечером в субботу в районе Нижней Ельцовки. В воскресенье и всю сегодняшнюю ночь его искали добровольцы, так как была информация, что мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется на местности. Пропавшего нашли в морге среди неопознанных тел. По предварительной информации, Медведева сбил поезд. На этом все. Если вы стали очевидцем преступления или происшествия и сняли все на камеру, присылайте видео нам в группу ВКонтакте или на электронную почту редакции. Мы его обязательно покажем в эфире. И наш телефон по-прежнему 310-2005. Звоните. С вами была Ксения Смотрова. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале УТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова